Привет, интернет. Если вы уже решили, что вам не понравится угол Pixel 6 Pro, то это видео не поменяет вашего мнения. Я даже не буду пытаться. Ну окей, я постараюсь, но по меньшей мере немного противопоставить свою точку зрения вашей. Немного, совсем чуть-чуть. В двух словах про Pixel 6 Pro. Да, он не идеальный, но для меня этот телефон оказался просто оху... Это только начало. Это новый дизайн, новая система на кристалле, новый фотосенсор. Да, но почему многие обзорщики стараются вынести финальный, окончательный вердикт? Я не хочу, чтобы этот обзор ощущался как финальное слово о телефоне, который реально должен быть оценен на протяжении длительного времени. Я тут в хорошем положении, так как это мой основной телефон. Надеюсь, на следующие пару лет. Pixel и я приглашаем вас в дорожное путешествие с нами в интересный регион Канады под названием Тысяча островов. Но не спешите отключаться, будет интересно и познавательно. Сегодня мы поговорим, что Google сделали с дизайном телефона, поговорим о батарее и хватит ли ее на день путешествия с включенной навигацией, поговорим о производительности телефона, конечно же о камере и поснимаем немного на дрон. Эта история не о телефоне, не обо мне, она о вас. Твой телефон начинается с тебя, но не там, где бы ты мог подумать. Все начинается с того, что ты считаешь важным для себя. Камера? Пусть это камера. Экран? Отлично. Телефон это лишь ответ на твою задачу, это лишь решение твоей проблемы. А оно решение. Может работать, а может нет. Но тебе решать, насколько хорошо то или иное устройство справляется с этой задачей. Лучший телефон для тебя – это тот, что ты можешь использовать более грамотно. И тот, который лучше всего вписывается в твою жизнь. Что важнее – железо или программный код в мобильных продуктах? Перед тем, как вы ответите на этот вопрос, держите эту мысль у себя в голове до конца этого ролика. Окей, продолжим. Поговорим сначала о дизайне. Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот телефон. Что, если бы форма не только следовала за функционалом, а также следовала бы за эмоцией? Эти слова Матиас Эдуарте, VP Material Design Google, очень хорошо подчеркивают всю суть Google Pixel 6 Pro. Google с новой операционной системой и с новым дизайном телефона пытаются снова принести ту индивидуальность, которую Android всегда дарил своим пользователям. Мы все вместе, но мы такие разные. Вот он этот лозунг, помните? Основная причина, по которой пользователи айфона будут переходить на новый Pixel 6, это не только новое железо от Google, а ощущения и эмоции, которые они снова хотят испытать, которые им перестал дарить айфон, по которым они так соскучились. Сейчас мало быть привязанным к какой-то функции или незаменимой программе на телефоне. Сейчас компании сажают вас на дофаминовую иглу эмоциональной зависимости, в моде индивидуальность, необычность и демонстрация причудливых вкусов. И Google тут ставит галочки в каждом из этих чекбоксов. Вы поворачиваете телефон к себе скучной стороной, а интересной стороной ко всем остальным. Люди сразу узнают, что у вас телефон Google Pixel 6. Если вы хотите быть узнаваемым, то Pixel для вас. Да, камера, конечно же, тут в центре внимания. И она сделана так, что, я бы сказал, она не особо перетягивает одеяло внимания на себя. Тут каждый другой производитель телефонов, который до этого момента копировал так или иначе дизайн камеры айфона, крикнет «А что, так можно было?» Да, можно было, и причем сделать это успешно и эргономически удобно. Когда вы берете телефон, один или два пальца аккуратно отдыхают на подставке. Такой попсокет, если хотите. Что я еще заметил, ваши сальные пальцы не будут заляпывать объектив камеры, что положительно скажется на качестве ваших снимков. А тут есть чем хвастаться в области фото и видео. Но об этом дальше. Подождите немного. Дайте глазам немного насладиться этим дизайном. Таким графическим, ярким и уникальным. Это воодушевляющее чувство цвета, который я себе выбрал. Блин, посмотрите на этот желтый. Он мне отбрасывает детство. Раннее утро я смотрю, как в тарелке с кашей в ее теплоте тает сливочное масло. Я встречал людей, привлекаемые дизайном со строгими линиями. Это, видимо, попытка компенсировать наше несовершенство. В этом притяжении к совершенству мы забываем о том, как несовершенны мы сами. Мы теряем это отражение нас самих в повседневных вещах, которыми мы пользуемся. Пиксель же, он как бы идеален в своем несовершенстве. У него нет строгих граней, у него нет такого индустриального холодного дизайна. Телефон не чувствуется бездушным инструментом. Наоборот, он наполнен теплотой и уютом. Эти золотые линии, рама, обводы антенн, мне чем-то напоминают кинцуги. Это такое японское искусство реставрировать разбитую керамику с помощью лака с золотым порошком. Трещины и сколы как бы выделяются, превращаясь в некое принятие недостатков и изъянов. Так же и тут. Золотистая рамка, ободок вокруг камеры. Тут тоже нет задачи спрятать это, а наоборот подчеркнуть. Кстати, я слышал множество мнений, что людям почему-то не нравится эта горизонтальная панель камер. Ну или кнопка блокировки телефона, которая находится над качелькой громкости, а не как все привыкли под ней. Эта проблема будет оставаться проблемой, пока люди будут больше внимания уделять, как выглядит та или иная побрякушка или девайс, а не то, какие эмоции это вам приносит. Какой опыт взаимодействия вы получаете и как быстро та или иная фича решает ваши повседневные проблемы. Не дайте этому отвлечь вас от того, что именно нравится вам и как вы это применяете. Еще бы я хотел немного переместиться от дизайна внешнего вида к дизайну внутренней операционной системы и показать вам, за счет чего достигается такая индивидуальность. Мне кажется, она достигается за счет виджетов, которые не следуют строгим формам и сеткам, как допустим в айфоне. А то, как они сделаны из разных шатких и прикольных форм, ощущаемых почти рандомными. Посмотрите, как происходит блокировка телефона или разблокировка телефона, постепенно как бы разливаясь из одной точки. Как реагирует телефон на то, когда вы ставите его на зарядку. То, какими сделаны цвета задников телефонов. Это все показывает и делает телефон немного живым, а не просто холодным инструментом, которым вы вынуждены пользоваться постольку поскольку, когда вы звоните друзьям или отправляете сообщение. Google Pixel чувствуется индивидуальным за счет своей такой некой игривой несуразности. Итак, выезжаем в наше дорожное путешествие. На Google Pixel где-то 97-96% зарядки батарейки. Я не буду его подключать к автомобилю, чтобы не подзаряжался он во время пути, чтобы тест был полноценный. Но я буду транслировать музыку и навигация будет параллельно включена, на нем чисто голосовая. Вы же поминали? Качество материалов и сборки. Ничего тут не выглядит, а главное не ощущается дешевым. Все выглядит успокаивающим, хорошо сложенным. Много цветов в интерфейсе и окружении, и не важно, как вы на это смотрите. Изнутри, наружу или снаружи, внутрь. Дизайн операционки и внешность телефона сливаются где-то посередине и растворяются. Видно, что вдохновение дизайнеры черпали у производителя украшений и часов. Телефон ощущается и выглядит как украшение, как аксессуар. В одном из моих предыдущих видео у меня спросили, нормально ли жить с таким размером? Я отвечу так, нормально. Но мне, переходящему с 6.2 дюйма экрана на 6.7, пришлось привыкнуть. У меня даже большой палец правой руки в первый день болел. Теперь же, когда я беру в руки Samsung S20, он мне кажется даже маленьким. Но имейте в виду, Pixel 6 Pro большой мальчик, увесистый. Больше напоминает серию Note от Samsung. Самое интересное, переходим к камерам. Фотография и видео начинаются с приложения камера. Приложение камера было разработано с точки зрения эргономики и эстетики. И оно превосходит другие телефоны, по моему мнению. Например, вы можете сфокусироваться практически в любой части видоискателя, который не мешает элементу управления. Сравните с iPhone. Также сам интерфейс приложения камеры не выглядит перегруженным. В этом моменте я останавливаться долго не буду, просто сделаю отдельное видео, в котором все расскажу что да как. Перед тем, как я заткнусь и дам вам насладиться замечательными фотографиями и видео, снятыми на Google Pixel 6 Pro, я хочу отметить пару моментов. Я не ожидал, что фотографировать на теле фотокамеру будет так весело. Это знаете, как говорят некоторые обзорщики, когда их спрашивают, какая следующая по важности линза в телефоне после широкоугольной. Многие выбирают ультраширик, а уже потом телевик. Ну, так скажем, по иерархии использования камер и объективов. Все объясняет тем, что, чтобы сделать фотографию ближе, достаточно просто подойти ногами. Как говорят фотографы, сделай зум ногами. А вот без ультраширика ты уже не можешь вместить в кадр больше, то есть уже некуда отойти назад. Я соглашусь, конечно, но есть такие моменты, когда подойти ближе просто не вариант. Вот, например, фото через залив или фото с пристанью, которая далеко. Да и вообще фотографии на телевик имеют свой уникальный шарм. Второй момент это то, что каждый раз, когда я доставал пиксель, чтобы сделать фотографию, не важно чего, не важно где, меню в ресторане, фотографию леса, залива, я понял, что я стал больше доверять телефону в том, что он сделает фото отлично. Я меньше стал тапать в экран, чтобы указать конкретную точку, где я хочу сфокусироваться. Это такое тонкое странное чувство, которое я, боюсь, не смогу в полной мере объяснить. Это реально телефон для «достал и сфоткал». Я когда делал фотографию зимней резины в темном подвале для того, чтобы выставить ее на продажу, фотографии получились, как будто я их делал при полном освещении. Камера сама переключилась в режим ночной фотографии, сделала это так незаметно, и как результат я получил просто отличные фотографии. Третий момент заключается в том, что когда мы сравниваем портретную фотографию, то стоит уделять отдельное внимание тому, фотографируем ли мы одушевленные или неодушевленные объекты. По моему мнению, Google Pixel лучше справляется с портретной фотографией неодушевленных объектов. Я думаю, причина тут в большей наработке Google и в большем объеме обученных фотографий, требуемых для определения объекта его границ. Итак, примеры фотографии и видео. Наслаждайтесь! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Газил DimaTorzok ДимаTorzok Чего же ДимаTorzok 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 Д crozok Нельзя просто так начать говорить про производительность Google Pixel 6 Pro, не поговорив про его мозг, про новый чип Tensor. Да, Samsung производит этот чип для Google, ну как говорят, но мне не совсем понятна логика сравнения его с Exynos. Чип Tensor первого поколения может и использовать некоторые технологии Samsung, ведь Google не разработал все компоненты с нуля. Но тем не менее представляет собой четкое заявление о намерениях Google, ведь Google сами разработали компоновку системы на кристалле, и она, кстати, необычна. Один из модулей этого процессора, а именно Tensor Processing Unit, TPU, спроектирован в Google, и он лежит в основе того, что компания хочет достичь с помощью этого в своей системе на кристалле. В Google заявили, что процессор четко ориентирован на расширение возможности обработки изображений, видео, речи, машинного обучения. Фокус тут на машинном обучении. Это еще одна мысль, которую вам нужно будет держать на протяжении моего видео, потому что мы еще к этому вернемся. И мы поговорим об этом в окружающих вычислениях, но об этом чуть дальше. Чип быстрее справляется с такими задачами, как перевод субтитров в реальном времени, преобразование текста в речь без подключения к интернету, обработка изображений и другие возможности, основанные на машинном обучении. Пока, конечно, только на английском языке. Хочется верить, что это перекочует и в русский язык тоже. Это также позволило Google Pixel 6 впервые применить алгоритм Google HDR Net к видео, даже с качеством до 4К 60 кадров в секунду. То есть Google здесь свои HDR технологии применяет не только в фотографии, но и в видео. В итоге TPU позволяет методами машинного обучения работать более эффективно на устройстве, устраняя необходимость подключения к облаку. Это хорошая новость, особенно если твоя цель сохранить батарею устройства и безопасность данных. Они, кстати, перенесли вот этот HDR Net, систему обработки видео, прямо на сам процессор, чтобы сэкономить на времени обработки. И они прямо в потоке его обрабатывают, когда вы снимаете видео. Другой модуль, включенный в Tensor, это ядро безопасности Titan M2. Это безопасный анклав, обеспечивающий хранение и обработку вашей особой конфиденциальной информации, такой как биометрия и безопасная загрузка телефона. Вообще, посмотрите хороший разбор на кастомный чип от Google на канале Droider. Они хорошо все объяснили. Я на этом останавливаться не буду, я лишь расскажу, по что это выльется для пользователя. Итак, это мы поговорили про процессор и про его компоненты, и про производительность этих компонентов. Меня спрашивали очень много в комментариях проверить на троттлинг, если занижается яркость экрана. Это, в принципе, не соответствует моему контенту. Я, как правило, такие технические детали не ухожу. Я видел пару обзоров на других каналах, где народ проверял это на троттлинг. Процессор троттлит, то, что у него GPU изначально большей мощности, это не сказывается на производительности игр. Могут быть проблемы с играми, которые просто не адаптированы под тензор. А со всеми остальными тайтлами все достаточно хорошо. Вот такое снаряжение телефона вычислительными мощностями, особенно в графическом плане, делает Pixel хорошим игрофоном. Он, конечно, хуже в плане троттлинга и охлаждения, если сравнивать с настоящими игрофонами. Но Google колет игры как орехи. В общем, если вы еще играете на телефоне, то Pixel 6 справится с этим. В конце концов, вы сами себе, Кармак Джон, в решении выбрать свой игрофон. Еще, кстати, один такой момент я заметил, что в некоторых обзорах люди рассказывают, что телефон троттлит после игр, они выходят из игры, переключаются на какое-нибудь приложение и проверяют это почему-то на Телеграме. И показывают, о, смотрите, он скинул герцовку, и теперь Телеграм не 120 герц, а 60. Знаете, у меня было такое подозрение, что Телеграм вообще на 12-ом Андроиде не поддерживал герцовку в 120 герц. Но в списке проблем Google есть такая проблема, и у меня она тоже была, что Телеграм не работал в 120 герцах. В общем, все дело в датчике приближения телефона. Если вы заходите в программе, в Телеграм, в настройке, и отключаете датчик приближения, это чтобы можно было слушать голосовые сообщения, просто прислонив телефон к уху, то он начинает работать на частоте 120 герц. Я переключил, этой функцией в принципе не пользуюсь, и телефон в Телеграме нормально работает абсолютно при 120 герцах. Поговорим немного про дисплей, я хочу пару моментов здесь отметить. Этот огромный 6.7 дюймов экран доставляет мне просто непередаваемое удовольствие своей яркостью, а главное, четкостью и разрешением. QHD+, LTPO OLED, просто ошеломляющий 512 точек на дюйм. Экран со 120 герцами, это просто пир какой-то для моих глаз. Причем в зависимости от контента, этот экран адаптивно меняет свою герцовку. Я проверял экран на солнце, не выцветает, и он достаточно яркий. То есть проблем с чтением контента на экране вообще не было при ярком солнце. И по поводу шима, очень много было разговоров по поводу шима, но мне кажется, они уже решились, эти все разговоры. Кто-то там измерял, очень повышенный шим, но частота, с которой он это делает, выше 300 герц. Так что вы находитесь далеко за диапазоном ощущения хоть какого-нибудь шима. У меня нету проблем, мои глаза не получают волну песка, у меня нету какого-то сухости в глазах, когда я смотрю на этот экран. Здесь с этим вообще без проблем. Переходя с Samsung S20, это для меня экран просто какой-то, я не знаю, манны небесные. В таком рейтинге основных столпов, которые делают смартфон классным смартфоном, я добавил еще один пункт. Он называется Ambient Computing. Это такие окружающие вычисления. Хм, мне не совсем нравится этот перевод, он какой-то неточный и не переносит весь смысл и ощущение от этого термина. Ну да ладно, за неимением чего-то другого с этим и будем работать. Окружающие вычисления или вычисления, которые вы не видите, вы не осознаете о них. Так что же это такое на самом деле? Значит так, телефон, ваш телефон, старается постоянно вычислять и анализировать мир вокруг вас с одной задачей. Что-то вам подсказать или помочь в чем-то, не требуя явного ввода данных непосредственно от вас. Или тогда, когда вы вообще явно не просите об этом. Например, вы находитесь в кафе. В кафе играет на фоне музыка. Вы отмечаете для себя красоту этой композиции и вспоминаете об этом только дома. Телефон же, когда вы еще были в кафе, услышал эту песню, распознал в фоне, кто исполнитель и запомнил это для вас. Вы можете открыть историю всех композиций, которые когда-либо играли в вашем окружении и, допустим, добавить их себе в плейлист. А если бы вы захотели узнать, что за музыка играет вокруг прямо там, в кафе, эта подсказка висела бы у вас на экране блокировки или как уведомление в шторке уведомлений. Задача уменьшить трение в общении между вами и вашим телефоном. Круто, не так ли? А так вам пришлось бы разблокировать телефон, взять его со стола, запустить шизам или спросить вашего ассистента, что это там играет в фоне. И каждое новое действие, каждый новый ввод данных существенно снижает вероятность того, что вы, как пользователь, будете пользоваться этой системой, этой функцией или фичей. В примере с распознаванием композиции трение системы стало почти нулевым. И вычисления были сделаны за вас в фоновом окружении. Боже, какой-то дебильный перевод термина Ambient Computing. Помогите перевести литературно с сохранением смысла. Там, внизу в комментариях, я буду признателен. А есть ли еще примеры окружающих вычислений? Да, есть. Помимо того, что Google Ассистент сообщает вам, какая песня играет в вашей кофейне, он может скринить телефонные звонки. Мы это с вами разбирали еще в моем обзоре на Pixel 5, помните? Это когда вы не снимаете трубку при входящем телефонном звонке, а даете возможность ассистенту пообщаться со звонящим, в то время как вы получаете транскрипцию разговора себе на экран. Также ассистент может напомнить вам, когда нужно выезжать, чтобы вовремя попасть на рейс или на следующее мероприятие в вашем календаре. Эти все подсказки появляются у вас в прикрепленном биджете под названием Eric Lance, с первого взгляда, на главном экране телефона. Об этом чуть позже. Тут, кстати, такой нитью, тонкой нитью прослеживается связь и вырисовывается понимание того, зачем Google всунул в тензор столько много вычислительной мощности. Как раз для этого у меня что-то волосы дыбом встают от решения Google, подтверждая его необычность и нацеленность компанию на будущее, в котором наши телефоны являются нашими личными помощниками. И Google Pixel 6 Pro в этом смысле тут хорошо снаряжен в этом на годы вперед. Google Pixel 6 Pro это ваше личное центральное устройство управления внешней системой. Телефон понимает вас и ваш мир, ваш контекст, ваши потребности. Будущее уже не за горами. Переходим к следующему разделу, это эксклюзивные фичи. Каждый новый раздел этого обзора на телефон достойный отдельного сценария и отдельного видео, в котором будет и философия, и постановка проблемы, и ее решения. Вы даже не представляете, как это сложно отметить все это и доставить вам интересно в такой нормальной упаковке. О каждом аспекте этого телефона можно разговаривать часами. Ну да ладно, это я так, бичу. Так что же с эксклюзивными фишками? Первое, что мне бросилось в глаза, это функция Air a Glance. Я ее перевожу как с одного взгляда. Для Google почти стало обычаем дебютировать несколько эксклюзивных функций каждый раз, когда они анонсируют новые смартфоны Pixel. В этом году, например, мы видели, как компания обновила популярную функцию с одного взгляда, Air a Glance, добавив множество функций, некоторые из которых уже присутствуют в серии Pixel 6. Теперь похоже на подходе еще некоторой функции. Так пройдемся чосом. Что вообще, о чем это? Time to leave. Время выезжать. Телефон опирается на ваши события в календаре и подсказывает вам с учетом трафика, когда вам нужно выдвигаться, чтобы прибыть на место вовремя. Конечно же, для этого условия необходимо, чтобы у вас в календаре в записи о событии имело геолокацию, куда вы едете. Boarding Pass – это посадочный талон с QR-кодом. Функция говорит сама за себя. При приближении ко времени посадки в самолет на домашнем экране у вас будет виден QR-код с вашим посадочным талоном. Timers and Alarms – таймеры и будильники. В виджете будут удобно показываться ваши таймеры и будильники, которые вы установили. Работает даже на экране блокировки. Я скажу вам, это очень удобно. И я достаточно часто ставлю таймеры. И это, в общем, хорошо помогает. Следующее – это погода. Да тут все понятно. Этот виджет уже давно показывал и в предыдущих версиях погоду. Но я решил включить в этот список, потому что погода тоже важна с первого взгляда оценить, с одного взгляда оценить, какая погода сегодня за бортом. Что Google нам предлагает в будущем доставить при обновлении вот этой вот фичи, этого виджета At a Glance? Тренировки. Теперь любителям фитнеса не нужно открывать свое фитнес-приложение каждый раз, когда они хотят быстро взглянуть на свою статистику. Функция «Fitness At a Glance» при необходимости отобразит всю необходимую информацию в том же самом виджете под названием «At a Glance» первого взгляда. «At a store» в магазине. Вам телефон будет показывать QR-код, карты лояльности магазина, в котором вы находитесь, видимо, определенного по вашей геопозиции, а также и ваш список покупок. Прикольно, да? Причем я очень люблю вот такие вот мелочи в деталях, которые реально делают телефон помощником. Это как если бы я чинил автомобиль, а юный падаван подавал нужный инструмент в нужное время, как бы предсказывая, что мне понадобится. И следующая еще функция, там, она не последняя, но в моем списке она будет последняя, называется Doorbell, дверной звонок. Также в этом виджете позволит вам быстро увидеть, кто же стоит у двери, когда раздается звонок. Следующую эксклюзивную фичу я хочу выделить. Feature Drop — это фича о доставке новых фич на телефон. То есть Google старается, чтобы вы со своим телефоном проходили дольше между обновлениями. И фича с Feature Drops — вы не будете завидовать вашему соседу, что у него новый пиксель, получил новые функции, а ваш нет. Google добавляет фичи и в старые телефоны тоже. И по своему опыту я скажу, что это приятные полезности, которые приходят крупными обновлениями примерно раз в полгода. Google не забывает и о старых телефонах тоже. Пусть пользователи айфона мне расскажут о том, какие новые фичи были добавлены в их телефоны спустя полгода, год, или, может быть, полтора года после новых релизов айфонов. Speech Enhancement — с фоновым шумом. Speech Enhancement — это улучшение, значит, голоса или звука во время съемки селфи. То есть мы можем сейчас с вами проверить. Вот я включаю видео. Давайте попробуем снять два видео. Я это подмонтирую. Что бы нам сделать? Значит так. Alexa, play royalty-free music. Что бы было погромче, да? Вот я сейчас снимаю видео с себя. Видите? В студии. Это так звучит мой голос, когда на заднем плане музыка. А сейчас я разговариваю с опцией Speech Enhancement. Посмотрим, как звучит мой голос, и можете ли вы слышать меня и разбираете ли то, что я вам сейчас говорю. Итак, вот так примерно выглядит функция Speech Enhancement, то есть улучшение голоса. Вообще, про многие эксклюзивные фичи, связанные с голосом, я рассказал в моем эссе о голосовых ассистентах, которых слово не получил много любви от вас. Понимаю, что там много философии, размышлений на тему, и это обычно не вписывается в такую канву определенных видео на YouTube, но это все-таки о том, к чему мы двигаемся в будущем. И если вы еще не посмотрели, посмотрите. Может быть, я укажу это где-то тут, вот тут в углу. Также еще в эксклюзивных фишках, которых я как раз-таки рассказываю в видео про голосовые ассистенты, есть целый раздел, посвященный диктовке текста, сообщениях или неважно где. То есть там, где вы вводите текст клавиатуры, вы можете диктовать это. Больше, конечно, это относится к английскому языку, потому что, что сделала Google, благодаря тому, что новый процессор, они вот эту вот саму сеточку натренированную голосового распознавания, они сумели уместить там с одного гигабайта до полу гигабайта, и они прям поместили на телефоне. И телефону не требуется подключение к интернету, чтобы разобрать вашу речь и перевести ее в текст. Google сам распознает, где нужно поставить знаки припинания, где нужно остановиться, стереть слово или стереть предложение, исправить ошибку. Так просто меняет использование телефона. Теперь вы не будете стирать пальцы до костей, печатая полуночные сообщения своему любимому человеку. А прикиньте, как теперь студентам удобно учиться. Ставишь телефон на стол во время лекции, он записывает все и переводит еще, транскрибирует и переводит это в текст. Потом просто копируешь и сохраняешь себе. Шикарно, где такие функции были, когда я был студентом? Следующая эксклюзивная функция называется магический ластик. Позволяет убрать бывшую с ваших старых фотографий в пару косами. Ну не замечательно ли? Просто воспользоваться функцией магический ластик прямо из опции редактирования фотографий. Может через пару лет Google поможет убрать бывших не только с фотографии, но и с воспоминаний тоже. Еще один, кстати, момент. Я наткнулся на интересную разделу в настройках пикселя. Он называется Rules. То есть такие некие правила, которые вы себе вызываете, и вы их привязываете к каким-то событиям, и телефон меняет свои настройки от этого. Это такой аналог Bixby Routine, либо Siri Shortcuts, которые на айфоне находятся. Мне такие очень нравятся темы, и у меня один из таких вот Rules работает. Это когда я приезжаю в офис на работу, у меня телефон ставится в беззвучный режим. То есть я себе даже голову не забивайте. Нужно мне переключить телефон, не нужно переключить. Он у меня ставится автоматически, привязываясь к геопозиции офиса. Минусы. Переходим к минусам. Что же вы думали? У такого идеального телефона не может быть минусы, но минусы есть. Минусы стоит отметить. А минусы я хочу поговорить в таком свободном формате, без, так сказать, сценария. Первый минус, который я заметил. Так как я занимаюсь съемкой видео, и все мои видеоролики я снимаю на смартфоны. Да, смартфоны до такого дошли, что можно в принципе и в хорошем разрешении снимать видео на YouTube. Google Pixel не поддерживает XFAT формат. Если у вас есть портативный SSD диск, и подключая его к Pixel, если у вас этот диск отформатирован форматом XFAT, причем, может быть, Samsung, T5 диск, он шел уже, по сути, с завода в таком формате. Pixel просто его не увидит. Он вам предложит его отформатировать в другой формат. Вернемся еще вот к этому XFAT. Он не работает, потому что это проприетарный формат Microsoft. То есть изначально не поддерживается на устройствах под брендом Google. И тут вы можете проследить связь, почему у Samsung он поддерживается. А так, кстати, на Samsung S20 он легко поддерживается. Потому что Samsung играет в игру, дружит со всеми. Она и дружит, и с Microsoft, и с Google, и вообще только с кем только она не дружит. Но это, в принципе, хорошо, и как пользователь, я на Samsung получал такие преимущества. Вы меня можете спросить, ну и что ты тут взял, отформатировал в другой формат FAT32 и пользуешься? Если вы это сделаете, это все будет работать. Но есть одна загвоздка. Файлы объемом больше 4 гигабайта вы не сможете сохранять на вот таком диске, отформатированном FAT32. То есть это просто ограничение вот этого формата файлов. И мои видео, они записываются в 4К 30 кадров в секунду. Они, некоторые из них, они просто больше 4 гигабайт. Пока я не знаю, как обойти эту проблему, я не стал переформатировать свой диск. Я все еще пользуюсь Samsung S20 для съемки, и я скидываю файлы прямо вот с него. Это косяк с YouTube и Google Duo. Ну, это такой очень узкоспециализированный косяк. Но мы вот часто с папой созваниваемся через Google Duo. И вообще с семьей созваниваемся, потому что у нас у всех разношерстные девайсы. И Google Duo это единственное такое связующее приложение, которое может нас оставлять на связи друг с другом в плане видеосвязи. И, допустим, ты смотришь видео на YouTube, и когда идет входящее звонок Google Duo, то видео на YouTube продолжает проигрываться. И иногда может возникать две проблемы. Первое, это не подключается звук от наушников в Google Duo, и вы не слышите собеседника. Точнее, ваш собеседник вас не слышит. А второе, это на заднем плане все еще продолжает играть видео на YouTube. И потом этот звук как выстреливает, и вы слышите и собеседника, и видео на YouTube. В общем, все вообще, кто в лес, кто под рова. Не знаю, чья это проблема, YouTube или Google Duo. Поэтому вторая проблема в этом телефоне, это 128 гигабайт, мало, и нет версии с большим объемом. Есть версии с большим объемом, 256, но она доступна только в одном цвете, в черном, в самом скучном цвете телефона. И есть еще 512, но она только в Америке доступна. Даже у нас здесь в Канаде у нас максимальный объем памяти только 256, и этот телефон только вот черный, как я уже сказал, в скучном цвете. Белый или желтый цвет, как у меня, они идут 128. Ну что, хотелось все-таки себе симпатичный телефон, правильно, чтобы какую-то эмоцию получать. Поэтому у меня 128, пока забито на 35%, где-то так. Посмотрим, как это будет жить. Основное все-таки, тот, кто пожирает объем памяти на телефоне, это все-таки фотографии. Я плачу за облако Google пару долларов в месяц, и у меня 100 гигабайт. Поэтому, по идее, у меня 128 плюс 100. Посмотрим, как умно и интеллектуально Google будет разгружать память моего телефона в облако, и как это будет работать. Поэтому, как вот хороший тест, решил я себя, свою жизнь потестировать, так как это мой основной телефон. Следующий момент. Он больше будет проблемой для аудиофилов. Значит, когда вы в Android-телефоне заходите в раздел девелопера, и там очень много-много всяких тумблеров, всяких разных настроек, таких детальных, гранулярных настроек, которые вы можете сделать со своим телефоном. И одна из настроек, это выбрать аудиокодек, в котором у вас будет проигрываться музыка. И, значит, там список достаточно большой. Это aptX и LDAC, но они все выделены серым цветом. Оно не поддерживается. И с чем это связано? С лицензией Qualcomm. А процессор здесь не Qualcomm, лицензии нет. Наверное, там, Fyto-Fyto у них происходит среди, там, в комнате для переговоров, поэтому нету. Так что, это может быть проблема для аудиофилов. Я слушал музыку через свои наушники Pixel Buds серии A нормально. То есть, я не такой прям меломан, я больше по подкастам, мне больше нравится что-то слушать. Какие-то разговоры, интервью, чем слушать музыку. Но, я скажу, иногда я музыку слушаю тоже. В принципе, нормально. Можно жить с этим. Но аудиофилы могут отвернуться от покупки Google Pixel 6 по как раз этой вот причине. Вообще, есть целый сайт со списком проблем Google Pixel 6. Я вообще думал сделать вообще отдельное видео с этим списком, пройтись по каждой категории. Он на английском языке, то есть, я могу тут помочь перевести все. И там подсказаны решения этих проблем. И вот с Telegram как раз этого решения проблему я нашел там. Еще следующий такой минус, это относится, этот минус относится к тому, как переключаться между разными устройствами вывода. То есть, допустим, вы подключили несколько наушников. Я не знаю, зачем вы это сделали, но, к примеру, у вас подключены наушники одни и вторые к телефону. И вам, может быть, иногда нужно перекидывать вот это вот устройство вывода. Здесь это не совсем удобно делается. То есть, здесь нет такой глобальной переменной, где вы можете просто вывести все аудио, допустим, сюда. И эту тему, на самом деле, мне подсказал один из зрителей канала. Он себе тоже купил такого же цвета Google Pixel 6 Pro. Кстати, если ты меня слышишь, отпишись, как тебе этот телефон. Ты уже там и так достаточно уже написал, но мне вот интересно по прошествии там недели. Как у тебя? Поменялось мнение, не поменялось? Все так же медовый месяц у тебя уже закончился с этим телефоном. То есть, в Samsung, как это сделано, там есть такая глобальная переменная, где ты можешь просто переключать устройство вывода. Здесь же это все-таки больше относится к приложению. И вот, слушая музыку через YouTube Music, там появляется такой переключатель, такая ссылочка. Вы нажимаете, и вы можете перекидываться. То есть, вы можете либо на телефон проигрывать, либо на наушники. То есть, ну, мало ли, там, вам нужно переключить устройство вывода, да? А глобальную я не нашел. Подводя итог, мне хочется сделать отсылку к японскому мировоззрению в Аби-Саби, основанную на признании мимолетности и несовершенства в этом окружающем мире. Этот телефон, я считаю, хорошо вписывается в это. Такое, ну, неидеальное совершенство, которое наполнено чем-то неким, заставляющим наши эмоции играть снова и снова. Люди вообще интересные создания. Выбор телефона осуществляется не столько под влиянием какой-то логики, сколько под эмоцией, которую дает нам эта вещь. Мы думаем, что покупаем телефон в основном по рациональным причинам, но нет. Иначе мы бы все носили кнопочные телефоны. Современный телефон – это ваш аватар внешнего мира. Это костюм, который вы надеваете, чтобы транслировать сообщения всему окружающему миру о том, кто вы есть и что для вас важно. Ну, например, если Samsung уже становится как товар потребления, он повсеместный. Это Android-телефон по умолчанию. Ну, если мы, конечно, не смотрим в сторону складных моделей от Samsung. Apple, например, это такой некий атрибут статуса уже, ну, в противовес Samsung, да. То Google Pixel получается для тех, кто хочет получить все плюшки, оставаясь на Android, и одновременно подчеркнуть свою индивидуальность и нестандартность вкуса. Вы точно будете выделяться из долпы людей с обыденными телефонами. Я тут задумался, что логически я бы выбрал Samsung как свой основной телефон, но эмоционально я с Pixel. Pixel остается моим основным телефоном, а Samsung, пока я его не выведу на пенсию, будет оставаться моим телефоном для съемки видеороликов. И медленно я его заменю Pixel, уже уж больно на Pixel классная камера. И телефотокамера, просто самый фан, где ей пользоваться, это прям телефотокамера. Существует разнообразие, которое ценное для нас всех. Мы такие разные, но мы все вместе. Я думаю, большинство людей должны выбрать обычную, не про, версию данного телефона. А тем, кому нужно немного больше фич, им понравится, что Google сделал с этим телефоном, с про-версией телефона. Как обычно, важен контекст, в рамках которого вы испытываете и ощущаете те или иные характеристики телефона. Важна сплоченность и связанность спецификаций. Создание телефонов – это всегда баланс и компромисс. Нельзя за минимальную цену представить роскошный топ-ноч телефон. Тут есть компромиссы, но только мы решаем, достойны ли компромиссы нашего использования и внимания. Когда-то давно, знаете, еще 10 лет назад я писал правила. И одно из этих правил, оно называется правило номер 93 или правило ползунков, в котором рассказывается, что жизнь – это такая бесконечная череда конвертации одних ресурсов в другие. Все в жизни происходит за счет чего-то. Меняя одно, автоматически меняется что-то другое. Так и в производстве телефонов. Нельзя сделать идеальный телефон для всех и каждого. Это всегда баланс. Так и Google выбрал три основных момента, на которые он фокусируется в новом Pixel 6. Это три момента. Это, конечно же, камера. Это всегда остается, это всегда на протяжении всех итераций Google Pixel. Она была просто великолепна. В этом телефоне она еще лучше, если вам нравится, как снимает Pixel. Второе – это машинное обучение и окружающие вычисления, о которых мы говорили чуть раньше, чтобы сделать телефон настоящим помощником для вас. И третьим идет акцент на индивидуальной, такой сплоченной работе внешнего вида телефона и материала U-дизайна в новом Android. Если то, что я перечислил выше, шикочет ваш вкус, то Google будет незаменимым телефоном для вас на долгие годы вперед. А недочеты, знаете, мелкие неровности, в основном в софте, и справятся с новыми обновлениями. Не давайте хейтерам отвлечь вас от того, что действительно дает играть вашим эмоциям. Отвечая на поставленный вопрос в начале ролика, что важнее, железо или софт, я с уверенностью отвечаю, что второе – софт, он либо ломает ваше восприятие и ощущение от использования, либо возносит их на новую высоту. Google со своими окружающими вычислениями, совокупно с наконец-таки консистентной операционной системой, находится впереди всех остальных. Да, там, где немного шероховато и не обработано наждачной бумагой по краям, будет по ходу доводиться до ума. Всегда так было. Главное – терпение и немного веры. И как во всем в жизни, всегда пляшите от проблемы. Увидимся в следующем видео. Как вам, кстати, картинки оценили? Да я, кстати, был бы вдохновлен, знаете, чем? Художник, который это нарисовал, его зовут Джофф Макфедрич. Он, кстати, был одним из таких консультантов, дизайнеров в фильме «Она». Посмотрим, если это приживется здесь. И, в общем, скажите свое мнение мне. И да, как всегда, если вы досмотрели до этого момента, где я уже вот просто, так скажем, off-script разговариваю без скрипта, то смотрите, возможность подписаться на мой канал, поставить лайк, напишите в комментариях что-нибудь. Я очень люблю дискуссию, я отвечаю. Пока на моем канале не так много просмотров и не так много подписчиков, я отвечаю практически на каждое сообщение в комментариях. Что давайте общаться, давайте разговаривать с тем, кому нравятся технологии и вообще, что происходит в мире технологии. И как технологии и мобильные девайсы, в частности, меняют нашу жизнь. А так, наверное, это все. В общем, A-roll отснят. Теперь осталось это все смонтировать, вырезать хрень, которую я тут нанес, отредактировать, наложить B-rollы, с музыкой поработать. Спасибо.